Из недавнего постановления главного санитарного врача Павлодарской области исключены требования к деятельности социально-экономических объектов, работающих в рамках приложения ШИК. Теперь эти объекты осуществляют работу в обновленном формате. До скольки разрешено посещать кафе и рестораны в рамках проекта, а также смогут ли повладарцы сходить в кино в красной зоне, узнал наш корреспондент. Новая редакция постановления главного санитарного врача области вступила в силу 6 мая. Изменением подвергся режим работы объектов общественного питания, рынков, супермаркетов, дежурных групп в образовательных учреждениях, религиозных объектов и других сфер бизнеса. Помимо этого, в новом постановлении уточнили, что некоторые ограничения не распространяются на участников проекта АШИК. Для объектов, участвующих в нем, предусмотрен ряд преимуществ в плане режима работы и степени заполняемости. Объекты общественного питания расположены в помещениях по типу ресторана, кафе и кофейни. Согласно новому постановлению, разрешается осуществить деятельность саун, спортивных центров, бассейнов, спорткомплексов, спортивно-оздоровительных центров, фитнес-клубов и йога-центров при условии участия в проекте АШИК. Кинотеатры, театры, концертные залы также смогут работать в рамках проекта. Однако ограничительные меры по посещаемости сохраняются для всех. На сегодняшний день 190 субъектов бизнеса изъявили желание участвовать в данном проекте. Использование приложения дает преимущество бизнесу в период действия строгих ограничительных мер. Так, к примеру, если регион находится в красной зоне, применяется критерий ограничения работы в желтой зоне. Если же регион находится в желтой зоне, применяется критерий ограничения работы согласно зеленой зоне. Предположим, один из жителей города Павлодара решил просто перекусить в заведении города. Посмотрим, как работает приложение АШИК в действии. День, прошу, пожалуйста, сценируйте свой QR-ход, чтобы проверить ваш статус. Здравствуйте, хорошо. Открываем приложение АШИК и нажимаем регистрация входа. Итак, у меня синий показатель. Это значит, что я могу свободно находиться в этом заведении. Проходите, добро пожаловать. Спасибо большое. Предприниматели, получившие QR-код, отмечают. Благодаря проекту их бизнес имеет возможность приносить доход и работать даже в период строгого карантина. Подавали мою заявку 30 апреля, получается. И работаем уже 10 дней по этой программе. Прошли тестовый режим и работаем теперь до 2 часов ночи. Законы не нарушаем, а санитарные нормы также не нарушаем, работаем. Участие в проекте АШИК не освобождает от ответственности. Объекты бизнеса могут признать недобросовестными и исключить из проекта, если мониторинговая группа выявит нарушения, или если заведение не регистрирует посетителей более 3 дней. В первом случае объект сможет вернуться в систему не раньше, чем через 2 недели. В случае выявления повторных нарушений, заведение может быть исключено из проекта насовсем. Александр Логвин, Даулет Кошкирбаев, Иртысак Парад.